Добрый день, дорогие друзья! Мы вас приветствуем из Центральной и Министеральной научной библиотеки города Иваново. Один из проектов, в рамках которого работает наша библиотека, это проект Госбиблиотека. И в рамках этого проекта, весной нынешнего 2021 года, был проведен цикл занятий со студентами Ивановского промышленно-экономического колледжа по дисциплине родной литературы. И одна из тех тем, которая освещалась в ходе этих занятий, это тема женской поэзии. Ну и поскольку данный предмет был очень тесно связан с литературным краеведением, мы про лимни тех женщин-поэтов, которые связаны с нашим краем. Это Марина Ивановна Цветаева и Анна Александровна Баркова. И наша сегодняшняя тема это женская поэзия, и мы поговорим прежде всего об этих двух поэтов. Ну, нужно сказать вообще, что 20 век это стал временем становления в России феномена женской поэзии, формирования его, и в общем-то есть целый ряд ярких имен. Если мы берем, например, серебряный век, это Зинаи Вегиппиус, Анна Ахматова, чуть позже мы видим здесь Веронику Тушнову, Юлию Друнину, Римму Казакову, то здесь идет целый ряд, целая роспись, россыпь имен, представительниц женской поэзии. Но почему мы берем именно Цветаеву и Баркову? Прежде всего, потому что они, в общем-то, были связаны с нашим краем. Ну, и рассказывая, например, начиная рассказ с Мариной Ивановной Цветаевой, мы, значит, прежде всего, нужно сказать об ее отце. Иван Владимирович Цветаев, это человек, который вообще достоин, наверное, отдельной лекции, отдельного упоминания. Дело в том, что человек был крайне яркий, неординарный, блестящий оратор, энциклопедически образованный человек. Ну, и нужно сказать, что Иван Владимирович был профессором Московского университета. По табелям рангов он имел, значит, чин тайного статского, а затем тайного советника. Вот, он также был директором Румянцевского музея и основателем музея изящных искусств. Ну, и, соответственно, вот этот интерес к истории России, интерес к его культуре, интерес, кстати, к античности и к античной мифологии, как признавала Марина Ивановна, был у нее именно от отца. Вот, также довольно яркой, неординарной личностью была ее мать, Марина Марин Мэйн, по происхождению из обрусевшей польско-немецкой семьи. Она была пианисткой, ученикой, ученицей Николая Рубинштейна. Ну, и, соответственно, любовь к музыке, любовь к искусству, в том числе Марина Ивановна, был унаследован и от матери. Но так получилось, что летом 1906 года ее мать Мария умерла в Тарусе. То есть, соответственно, в общем-то, в этом плане сложность судьбы Марины Ивановны, которую она осиротела в этом смысле. А в 1913 году, когда Марине было буквально 20 лет, ушел из жизни ее отец. Тем не менее, значит, вот связь Ицветаевых с нашим краем, Новоталица и сила Новоталица, дом музея Ицветаевых, который, как полагают, строил дед Марина Ивановна, который был священнослужителем в этом доме. Также часто бывал ее отец, когда приезжал. Ну, правда, сами экскурсоводы говорят, что Марина Ивановна бывала в этом доме не так. Часто, тем не менее, Ицветаева в этом плане очень тесно связана и с нашим краем. Ну, а Марина Ивановна довольно рано, опять же, начинает свой путь. Она, значит, оканчивает гимназию. Из нескольких гимназий она уходит сама, из тех, кто исключается. В конечном итоге она окончила гимназию, то есть, хорошее подневременное образование. Вот частная гимназия в Москве Мария Уставна Брюханенко. Это здание сохранилось по сей день, там находится одна из московских школ. Ну, и, соответственно, по окончании гимназии Марина Ивановна начинает свой путь в литературу. И здесь нужно сказать, что вот 1910 и 1912 год выходят первые два сборника стихов. Соответственно, на момент выхода Цветаевой сначала 17, потом 19 лет. То есть, ее старт литературы довольно ранний. И, в общем-то, они приносят известность эти стихи. Это, соответственно, 1910 год сборник стихов «Вечерний альбом» и 1912 сборник стихов «Волшебный фонарь». Ну, и тогда же, как полагают, Марина Ивановна побывала в Крыму. То есть, пришло ее знакомство с известным поэтом Максимилианом Волошиным. И, соответственно, посетила Марина Ивановна Крым. Ну, и далее, соответственно, к этому же времени, к юности, относится ее знакомство с Сергеем Эфроном. И, соответственно, свадьба с Сергеем Эфроном. И, соответственно, их брак продлился, в общем-то, вплоть официально до смерти Марины Ивановны. И, соответственно, отношения их были, конечно, довольно сложными, драматичными, сопровождались расставаниями. Ну, и, в общем, тут наложил отпечаток, конечно, и те события, которые произойдут в истории страны. Все дело в том, что произошла революция, и Сергей Эфрон оказался в рядах белого движения. В 1918 году Эфрон был в рядах добровольческой армии, он в нежил годы гражданской войны и эмигрировал, соответственно, в Прагу. Сама же Цветаева в период гражданской войны, в общем-то, находилась на советской службе. Она служила в Народном комиссариате национальностей, в Центральной коллегии о пленных и беженцах. Ну, и в 1920-1922 год она работала в театральном отделе наркомпроса. Ну, и, соответственно, в 1922 год в Москве в государственном издательстве выходит сборник ее стихов «Версты». Однако Марина Ивановна уехала из Советской России, причина, в общем, по большей части, изначально была личная, поскольку ее муж оказался в эмиграции. И, соответственно, в дальнейшем, на протяжении 17 лет она проживает за границей Прага, Берлин, и в конечном итоге проживает она во Франции, в Париже. Ну, например, к этому времени относится ее переписка с Борисом Пастернаком, тоже сейчас субликованным с австрийским поэтом Райаном Марией Рильке. И, в общем-то, кроме того, Цветаева пишет и прозаические произведения в эмиграции, и, соответственно, там же выходит ее сборник «После России». Там же она пишет книги своих воспоминаний. Ну, например, она пишет воспоминания о встречах с Максимилианом Волошным, Михаилом Кузьминым, Андреем Белым. Вот, пишет, соответственно, прозаические произведения «Мой Пушкин», «Мать музыка», «Дом старого Пимена» и так далее. То есть, в общем-то, ее творческая деятельность за рубежом была довольно продуктивной. Ну, и, соответственно, как те, кто знал, Марину Ивановну отмечают, что, в общем-то, возвращаться в Советскую Россию, с тем в Советском Союзе у нее желания не было. Хотя семья Цветаева жила, в общем-то, достаточно бедно. Ее муж долгое время не имел работы, собственно, по большому счету. Ее дочь, как пишет Цветаева, шила шляпки и, значит, продавала дешевую цену, то есть, жили они в основном на те заработки, которые зарабатывал Цветаева, то есть, от лидературных трудов. И плюс еще сын Георгий был у них. То есть, в общем, семья жила довольно бедно. Но, несмотря на это, Цветаева, вероятно, чувствовала себя в Европе комфортной и возвращаться, в общем-то, скорее всего, не планировала. Ну и также, например, из того, что Цветаева создала в это время, можно, например, назвать поэтический цикл Маяковскому. Маяковскому Цветаева, в общем-то, восхищалась. Она писала о нем, что сам он, по сути, ломовой коней-извозчик, и слава его тяжелая ломовая, как писала, соответственно, Марина Ивановна. Ну и она, например, поэтический цикл вспоминала, что встретилась с Маяковским буквально накануне отъезда, случайно встретилась в Москве. И, в общем-то, Маяковский пожелал доброго пути. Но сам Маяковский бывал за границей, но каждый раз возвращался в Советскую Россию. Его судьба тоже, в общем-то, это часть эпохи, и судьба Маяковского, в общем-то, тоже довольно драматична и трагична. И была некая, пожалуй, духовная связь двух замечательных поэтов. Ну и, соответственно, также возвращение Цветаевой на родину произошло, по большому счету, по для ним причин личных. На родину рвался ее муж Сергей Эфрон, который, как сообщают в иммигрантских кругах, к нему относились с подозрением, с недоверием. Было подозрение, что является он агентом ОГПО, а затем НКВД. Собственно, так оно и оказалось на самом деле. И Сергей Эфрон, в общем-то, вынужден был в конечном итоге вернуться в Советский Союз. Ну, сначала, в марте 1937 года уехала дочь Ариадна, которую тянула на родину. Ну, затем, соответственно, в октябре 1937 года фактически бежал в Советский Союз Эфрон, поскольку он оказался замешан в заказном политическом убийстве. У него уже, по сути, не оставалось другого выбора. Ну и, соответственно, в 1939 году своим сыном приезжает в Советский Союз Эмарина Светаева. В 1939 году. Вот есть фотография дочери, есть фотография Сергея Эфрона, одна из последних, в 1937 году. Они оказались в Советском Союзе, и вот они проживали на даче НКВД в Волчин, была им предоставлена их семье. Но затем, соответственно, по возвращении в Советский Союз начались уже, собственно, трагичные эпизоды. Была арестована дочь Ариадна, был арестован сам Сергей Эфрон. И, соответственно, Марина Ивановна проживала, по сути, на этой даче с сыном до 1941 года. По большому счету, вот эти последние два года жизни, 1939-1941 год, Светаева в большей степени занималась переводами. В частности, в последние месяцы своей жизни ей был шлен перевод испанского поэта Федерико Гарсио Орко. Ну и, соответственно, эта переводческая деятельность также была довольно продуктивной. Но в конечном итоге, с начала войны, Светаева принимает решение с сыном эвакуироваться на восток. И, собственно, последние несколько дней так получается в жизни, Марина Ивановна с сыном проживает в Елабуге. И там, соответственно, в 1931 году она покончила жизнь самоубийством. Как сообщается о версии, она повесилась на той бельевой веревке, которая, собственно говоря, использовалась ей для упаковки вещей, которые ей подарил при отъезде поэт Пастернак. Ну и, соответственно, это вот трагическая смерть. Смерть в основном вызвана даже не только Великой Отечественной войной, которая шлась в это время, но и в большей степени разочарованностью в жизни, некой душевной болезнью, в общем-то, ощущением себя чужой, по сути, на своей родине. Ну и, соответственно, в Елабуге также есть дом-музей Марина Ивановна Светаева. Она похоронена в этом городе. Ну и, соответственно, есть бюст, посвященный нашему замечательному поэту. Ну и, соответственно, вот это было, по сути, последнее пристанище. Ну и теперь мы о некоторой стихе хотелось прочесть Марине Ивановне, потому что ее творчество было очень известным. И вот стихи, которые, соответственно, были опубликованы вот в этом первом сборнике. Вот у нас есть издательство «Инкопресс», «Волшебный фонарь», вторая книга стихов. Это репринтное издание, то есть переиздание с того, издание 1912 года. Книга, она посвящена Сергею Эфрону. Ну и вот здесь мы используем некую иллюстрацию, собственно, одной из самых известных стихов Марины Ивановны «Домики старой Москвы». И здесь, мне кажется, очень хорошо подходит в качестве иллюстрации картина художника Поленова «Московский дворик». Слава прабабушек томных, домики старой Москвы, Из переулочков скромных все исчезаете вы, Точно дворцы ледяные, по мановению же зла, Где потолки расписные, до потолков зеркала, Где клавесина, аккорды, Темные шторы в цветах, Великолепные морды на вековых воротах, Кудрич, клоненный к пяльцам, Взгляды портретов упор, Странно постукивать пальцем на деревянный забор, Домик, домики с знаком породы, С видом, где я старожей, Вас заменили уроды, Грузные в шесть этажей, Домовладельцы их права, И погибаете вы, Томных прабабушек слава, Домики старой Москвы. То есть, в общем, Цветаева писала о том, И то, что мы видим на картине Полинова, На песне чуть раньше, Это, в общем-то, Еще старая патриархальная мастера, Которую сейчас уже сложно себе представить, И которая, естественно, Никогда не вернется. Ну и в этом же сборнике, кстати, Было посвящение Сергею Эфрону, Собственно, которым был посещен этот сборник, Это стихотворение, Одно из последних в этом сборнике, Называется оно «Из сказки в сказку», Это как раз часть любовной лирики Многочисленных стихов, Написанных Мариной Ивановной. «Все твое, Тоска по чуду, Вся тоска о принцах дней, Все, что так тянулось к небу, Но разумности не требует, Я до самой смерти буду, Девочкой, хотя твоей. Милый, в этот вечер зимний, Будь как маленький со мной, Удивляться не мешай мне, Будь как мальчик в страшной тайне, И остаться помогим девочкой, Хотя женой». Это написано стихотворение в самом начале Зубровской жизни, ее Сергеем Эфроковым. Ну и далее, соответственно, мы знаем, Что Дворца Марина Стоев получила продолжение, Были написаны песни на ее стихе, Исполнение песни, мы знаем, Исполняла Борисовна Пугачевой. Ну а здесь, соответственно, Вот эта история, С еще и песней «Я тебя отвоюю», То есть одной из самых известных стихов Марины Ивановны. Ну и, соответственно, Это было положено на музыку, Композитор Игорь Крутой, Исполнил эту песню Ирина Аллегрова. И, в общем, эта песня в свое время Получила одобрительный отзыв музыкальных критиков. И также режиссер Тигран Кисаян Был снят этот клип, Посвященный этой песне. Ну, единственное, что надо сказать, Что сам режиссер и этот клип Получили хорошую порцию критики С стороны православной общественности, Прежде всего за то, что, в общем-то, Режиссер довольно вольно Обошелся с каноническим текстом из Библии. В общем, так интерпретировал довольно вольно, По сути, библейскую историю. Но, тем не менее, такой интересный клип И, точнее, интересный эпизод, Когда, значит, эти цвета были положены на музыку, исполнены. Вот. Ну, и нужно сказать в дальнейшем, Что если мы говорим о Марине Ивановне Цветаевой, То есть, если провести ее изречение, Вот был у нее, например, определенный кредо, То, что она излагала в своих статьях. Вот, что пишет Марина Ивановна. Ну, и вообще, кстати, у Цветаевой большое место занимает В творчестве тема смерти, тема ухода человека из жизни, И вообще бренности, и вот мимолетности человеческого бытия. Вот один из ее строк, которые посвящены этому. Я знаю правду, все прочие правды прочь. Не надо людям с людьми на земле бороться. Смотрите вечер, смотрите, уж скоро ночь. О чем вы, поэты, любовники, полководцы? Уж ветер стерется, уже земля в России. Уж скоро звездная в небе застынет вьюга. И под землей скоро уснем мы все, Что на земле не давали уснуть друг другу. Ну, и мы переходим к рассказу о еще одном авторе. Это Анна Александровна Баркова. Анна Александровна власть чуть позже, чем Марина Цветаева. Это, соответственно, Марина Цветаева в 1892 году. Анна Баркова власть в 1901 году, тем не менее, Относит к числу поэтов Серебряного века. Ну, и нужно сказать, что Баркова власть в 1901 году В городе Иваново-Вознесенск. То есть, она является нашей землячкой. Вот, и тут нужно отметить, что она оказалась пятым Ребенком в семье Александра Баркова И единственным выжившим ребенком. Ну, о ее детстве родителях известно очень немного. Известно, что Анна Баркова училась в гимназии, Где работал швейцаром ее отец. Эта гимназия располагалась в том здании, Где ныне находится 10-я поликлиника города Иваново. Вот это здание сохранилось. Ну, и, соответственно, она окончила гимназию. И с 1918 года Баркова работает в газете «Рабочий край». Активно публикует стихи. И, в общем, довольно быстро приобретает известность. Здесь Иваново-Вознесенске. И ее стихи падают в Москву. И в 1922 году она перебирается жить и работать в Москву. По приглашению народного комиссара просвещения Анатолия Васильевича Луначарского. Работает она в аппарате наркомпроса. Затем, соответственно, она работает активно уже в столичной печати, В центральной прессе, в частности, в газете «Правда». Ну, и, соответственно, начинают выходить сборники. Вот это сборник ее стихов «Женщина», Вычисленных в 1922 году. При бессловии к нему пишет Луначарский. В 1923 году выходит ее пьеса «Анастасия костер». Ну, и вообще, в 1920-е годы эта популярность. Ахматовой там, в столице, в Москве. И ей восхищается. Ее называют паралитарской Ахматовой. Ее называют женским лицом русской революции. Ну, и, соответственно, в общем, ее стихи вполне соответствуют духу эпохи. Вот эта мятежность, революционность, богоборчество. Баркова, естественно, приветствует революцию 1917 года. Она приветствует победу большевиков в гражданской войне. Она вот такой вот свой, по сути дела, народный паралитарский поэт. Ну, и, соответственно, ее работа в печати, Не только в газете «Правда», Но активно работа в журналах «Голос Кожевнику», «Ударник нефти» и так далее. Ну, и, соответственно, работает она также в качестве сотрудника в отделе политпросвещения, Выступает с лекциями и так далее. То есть, по сути, она была частью вот той эпохи становления 20-30-х годов. Ну, и, соответственно, история была, вот эта вся ее деятельность обрывается 3 декабря 1934 года. Это первый арест Анны Барковой. Впоследствии она будет арестована еще дважды. Ну, соответственно, в чем была причина ареста? Вот. Ну, вообще, рассказывает, что Баркова в узких кругах жалась, Рассказывала советские анекдоты неоднократно, Говорила, что писатели в СССР не могут развернуть свою творческую деятельность, Что мешает жесткая цензура. Критиковала вот эти складывающиеся порядки, Талитарное государство и так далее. Также есть версия, что тогда, после убийства Кирова 1 декабря 1934 года, Она в узком кругу сказала, убили не того. Ну, то есть, на кого она намекала, было всем понятно. Соответственно, был донос, и Баркова в скорости была арестована. Ну, вот фотография из ее личного дела датирована 27 декабря 1934 года. Ну, и, соответственно, на следствие Баркова вины своей не отрицала. В общем-то, она признавала, что действительно рассказывала анекдоты И говорил против советской власти что-то. Ну, и, соответственно, Баркова оказалась особой совещанием при НКВД СССР, Которая имела право в несудебных наказаний. Оно вынесло приговор 6 лет с заключением в исправительном трудовом лагере. И Баркова оказалась, так называемой Карлаги, Караганецком лагере в Казахстане, Где она находилась в течение 6 лет. Ну, и, соответственно, с 1940 по 1947 год Баркова находится в Калуге под надзором полиции. Вот, работает она уборщицей, сторожем, бухгалтером в различных организациях. Ну, и, соответственно, в 1947 году происходит повторный арест Барковой. Дело в том, что та женщина, у которой она снимала квартиру, ее дочь, Утверждали и написали давно, что Баркова неоднократно критиковала социалистический строй, Клеветала на советскую действительность, Говорила об отсутствии свободы слова, Ругала Сталина. Ну, и, соответственно, далее Баркова пристала перед Калужским областным судом, Который приговорил ее в 10 годах заключения в исправительном трудовом лагере. Оказалось, на этот раз Баркова в лагере в Инте, Где находилась до 1956 года. Последствия была выпущена. Ну, и, соответственно, далее Баркова переезжает в район города Ворошиловград, Нынешний Луганск, на территории, Вот, значит, находился на территории Украинской ССР. Ну, и, соответственно, буквально через год, в 1957 году, Несмотря на оттепель, на то, что шли, наоборот, реабилитационные процессы, Она была арестована в третий раз и приговорена Луганским областным судом К 10 годам лишения свободы. На этот раз она с китайцами по лагерям, Бывали в Сиблаге, Озерлаге, Дуброфлаге, так называемые, и так далее. Ну, ее, значит, друзья в это время находящиеся на воле писали активно письма, Ходатайствовали о досрочном освобождении Барковой. Ну, в конечном итоге, в мае 1965 года, плену Верховного Суда Украинской ССР Отменил приговор в отношении Барковой за недоказанность обвинения. И она была выпущена из мест лишения свободы. В дальнейшем Анна Александровна с 1965 по 1976 год проживала в Москве. Вот, ей предоставили комнату в коммунальной квартире, выплачивали пенсию. Ну, и, соответственно, по большей части занималась в последние годы Баркова тем, что опять же активно писала, а она, кстати, писала стихи на протяжении всей своей жизни, и находясь в лагерях, и между лагерями отсидки, и очень активно и в последние годы своей жизни. Ну, и, соответственно, вот, стихи ее, правда, в общем, публиковались довольно мало. Также сообщается о том, что большую часть своей той же пенсии тратила она книги, очень много читала, была у нее в коммунальной практически такая домашняя библиотека, ну, и активно встречалась с различного рода литераторами, которые приходили к ней. Вот, ну, и, соответственно, умерла Баркова в Москве в 1976 год. Ну, публикации ее стихов, правда, пошли далеко не сразу. Вот, ну, и, соответственно, вот есть фотографии, значит, Барковой, его тюремного периода, так называемого. Вот так выглядела Баркова, есть ее фотография, сохранилась в последние годы своей жизни. Ну, и, соответственно, в дальнейшем начинают выходить сборники стихов. Вот издание сборника стихов «Вечно не та». Вот, или, например, издание ее прозы, дневников «Восемь глав безумия». Вот, ну, а также нужно сказать, что Барков вообще заслужил довольно высокую оценку. Еще о молодой Барковой писали и давали такую положительную оценку ее творчеству. Блок, Брюсов и Пастернак. Евгений Евтушенко, когда составлял свою антологию «Строф и века», написал в преслове, что Баркова является одной из лучших поэтей с 20 века и ставил ее в один ряд с Ахматовой и Цветаевой. Вот, ну, надо сказать, что сама Баркова по своему характеру, по сути, была человеком сложным. Она была человеком невоздержанным, совершенно неосторожным, открыто, совершенно посторонним, мало знакомым людям, высказывала свои взгляды, не боялась их. Ну, и, в общем, скорее всего, Баркова не была уж настолько голубым человеком, чтобы не понимать, что ему можно дать расправочку и отправить в тот же лагерь, и, может быть, даже расстреляют. Но она, в общем-то, не могла, по большому счету, молчать, поскольку ее возмущало многое из того, что было в советской власти. Она писала о некой двойной морали этой власти. У нее есть такие строки «Одно лицо для посвященных, другое для наивных масс». Она критиковала стандартизацию жизни, критиковала то, что замена личности вот этого человеческого «я» неким безликим «мы», которое произошло в советском обществе, говорила о том, что в обществе существует предательство и доносительство, творятся кумиры и создаются все... То есть вся страна превращается в некий всеобщий барак, в некую всеобщую тюрьму. Ну, и, в общем-то, конечно, это была страшная, по сути дела, судьба. Судьба человека, несловленного человека, продолжающего до последних дней отстаивать свою позицию, и многократно страдавшего из-за этого. Ну, и, соответственно, например, третье заключение было связано с тем, что Баркова написала и пыталась опубликовать истерический рассказ о Молтаре, который был в том времени одним из руководителей государства и пострадал из-за этого. Ну, и также Барков в последние, значит, 50-е годы написал, например, «Повесть, как делается Луна». Эта книга была интересной темой, изучали политологи, потому что в этой повести Баркова предсказала, во-первых, смещение Хрущева, которое произошло в 1964 году, и предсказал многое из тех реформ, которые произошли уже в годы Перестройки, во второй половине 80-х годов. То есть, как у многих крупных авторов, дар предвидимый у Барковой также, безусловно, был. Ну, и хотелось бы, опять же, обратиться к стихам Барковой, зачитать двое стихотворения. Ну, первое стихотворение – это вот то, что мы говорим о родине и родовых корнях. То, что когда-то мы говорили по поводу Баймонта и по поводу поэта Ноздрина Ивановского. Вот. У Баркова есть такое стихотворение «Дочь города». Написано в 1920 году, и, естественно, оно посещено Иванову Вознесенску. То есть, для нее родиной был вот этот город. Город промышленный, город революционной традиции, революционной славы. И совсем еще юная девушка Баркова прожила здесь революцию, гражданскую войну. Вот, что она написала в 1920 году. Вот это, кстати, один из сборников стихов, который в фондах нашей биотеки, он называется «Возвращение». Вот, стиховерение, 1920 год, «Дочь города». Дочь великого города я, мне неведом простор полевой. Колыбельная песня моя, опьяняющий шум городской. Я тревожно люблю города, их победную власть и позор. Пустота деревень мне чужда, и небесный не радует взор. Я горячий дитя мостовой, знойным летом она меня ждет. Обнаженный лишь ступишь ногой, жаркой лаской тот час обожжет. Ветер города скованный раб, укращенный и злобный орел. Он с тех пор присмирел и ослаб, как из вольных просторов ушел. Но порой он вспомнит, что был беспощадным и грозным царем. И из всех исчезающих сил ударяет о стены крылом. Я великого города дочь, но без жалости мрачный отец. Городская мучительная ночь, стережет меня страшный конец. Дети города, нам суждено чашу ужаса разом испить. Ну так что ж, все равно, все равно, будем город великий любить. Ну и еще одно стихотворение, уже написанное, если посмотреть по дате издания, 1952-й год, написано оно, предполагалось, получается в Инде, в период второго ареста и второго тюремного срока, который был, соответственно, у Анны Барковой. Она называется «Герои нашего времени». Это вообще тема очень интересная, потому что у каждого человека есть какое-то поколение, в котором он вырос, есть его сверстники. Ну и, соответственно, здесь Баркова пишет о тех людях, которые, в общем-то, были сверстниками, тех людям, которым в тот момент было где-то слегка за 50, скажем так, тех людей, которым были ровесники вверх родились, скажем, в 1901, в 1902 году и так далее. И вот что пишет Баркова, то есть о тех людях, что пережили эти люди. Пережили они многое. Революцию, гражданскую войну и коллективизацию массовой репрессии, и Великую Отечественную войну, и послевоенные голоды, и все что угодно. Это действительно было то поколение, которому пришлось вынести на своих плечах очень много, весь груз всего того, что было в стране. И вот на эту тему Баркова пишет стихотворение «Герои нашего времени». «Героям нашего времени не 20, не 30 лет. Тем не выдержать нашего времени. Нет. Мы герои, веку ровесники, совпадают у нас шаги. Мы и жертвы, и провозвестники, и союзники, и враги. Ворожили мы вместе с блузами, занимались высоким трудом. Золотистые хранили локом и ходили в публичный дом. Разрывали с народом кузы и к народу шли в должники. Надевали толстовскую блузу, вслед за горьким брелив босики. Мы испробовали нагайки староверских казахских полков. И тюремные грызли пайки, и расчетливых большевиков. Трепетали за видеоромбы, и петлиц малиновый свет. От немецкой прятались бомбы. На допросах твердили нет. Все мы видели. Так мы выжили. Биты, стреляны, закалены. Наши родины злой и унижены. Злые дочери и сыны». Это очень сильное содержащее творение, посвященное поколению Анны Барковой. Мы хотели бы сказать в завершении нашей следующей лекции. Сказать о том, что мы всегда говорим о некой преемности, традициях. И сегодня мы обратились к поэтам прошлого. К Марине Ивановне Светаевой и Канне Барковой. И мы поговорили не только о феномене женской поэзии, феномене XX века. Но и о том, как история страны отразилась на жизни отдельных людей. И на их творчество.